На сегодняшний день мы изучили только 5% океана. Даже одной этой информации должно быть достаточно, чтобы люди боялись в нем заблудиться. На другом конце спектра – пустыни. Там тоже нужно быть в режиме выживания. Удивительно, но в пустыне больше людей погибает от утопления, чем от обезвоживания. Но что хуже? Оказаться в море без еды или потеряться в пустыне? Остаться в море сложнее по целому ряду причин. Днем здесь не спрятаться от солнца, ночью от низких температур, а большую часть времени дуют порывистые ветры. Вы во власти моря, и в зависимости от того, где вы находитесь, можете столкнуться с огромными волнами высотой 12 метров. В местах вроде Северной Атлантики удержаться на плаву в воде – это борьба, которая длится меньше минуты. В бурных волнах контролировать свое плавание очень сложно. Опрокидывание или дрейф в случайном направлении – это реальный риск. Вероятность того, что проходящее мимо судно заметит и спасет вас довольно мала, если только вы не плывете по оживленному судоходному маршруту. Думаете, что сможете поймать рыбу? Но глубина океана во многих местах может составлять от 5 до 8 километров, а морские обитатели, скорее всего, плавают глубоко под поверхностью. Чтобы их поймать, потребуется специальное снаряжение. И даже если вам это удастся, у вас все равно не будет оборудования, чтобы это приготовить. Реально ли выжить после года дрейфования в море? Эксперты утверждают, что это возможно, если повезет. Один рыбак – живое доказательство этой теории. Он был спасен после более чем годового пребывания в море. Хосе Альваренго утверждает, что отплыл из Мексики в 2012 году, его унесло, и он каким-то образом оказался за 8 тысяч километров от Маршаловых островов. Когда его нашли, все его лицо покрывала кустистая борода. Он выживал, ловя рыбу, птиц и черепах голыми руками. В тропических водах крайне важно иметь пресную воду, держаться на плаву на лодке или плоту, укрываться от солнца, иметь немного еды и сигнальные устройства. Самую большую роль в выживании Альваренги сыграли лодка длиной 7 метров и брезент. Как правило, человек может выжить без пищи примерно 5-6 недель. Ловить птиц и рыбу голыми руками довольно сложно, но если подойти к делу с умом, то все может получиться. Небольших черепах можно доставать из воды и бросать в лодку, обеспечивая себя свежим мясом и предотвращая цингу. В открытом море большинство черепах, птиц и рыб безопасны для потребления сырыми. Морские токсины в рыбе встречаются достаточно редко. Это не такая уж и большая опасность. Вода тоже важная составляющая. Здесь могут помочь осадки, кровь птиц или черепах, а также их мясо, также богатое водой. В тропиках основную опасность представляют жара, солнечная радиация, обезвоживание, кожные заболевания и нападение животных. Временами Альваренга казался дезориентированным, ведь солнечное облучение, обезвоживание и нехватка витаминов могут влиять и на психическое состояние. Что касается пустыни, то там кажется выжить проще. Там есть растения, ящерицы и змеи, которыми можно полакомиться. В течение дня вы можете оставаться в тени, а когда прохладно вечером и утром, передвигаться. Мы склонны думать о пустыне как о месте с горячим, сухим песком, но ночью здесь может быть холодно. Поэтому будьте готовы развести костер. Так вы согреетесь, а спасателям будет легче вас обнаружить, если вы потеряетесь. Для розжига костра подойдут шалфи и сухие хворостинки, так же, как и сухой помет животных. Ключ к выживанию в пустыне – экономия воды. Сосредоточьтесь на поддержании нормальной температуры тела и защите кожи от солнца. Найдите укрытие в тени, где дует приятный ветерок. Избегайте прогулок под солнцем. Откажитесь от идеи пить воду из кактуса. Это может принести больше вреда, чем пользы. Жидкость внутри кактусов токсична. Даже если вы так устали, что очень хотите прилечь, по возможности избегайте контакта с землей. Она может быть на 30 градусов горячее, чем температура воздуха. Если у вас есть автомобиль, вытащите сидения и положите их на землю в тени. Если машины нет, постарайтесь определить, что может послужить заменой сиденьем. Между вами и землей должно быть хотя бы 30 сантиметров. Днем может показаться, что без одежды лучше, чем в ней, но это рискованно. Если подвергать кожу воздействию солнечных лучей, это приведет к солнечным ожогам и ускорит обезвоживание. Вместо этого прикройте большую часть тела и держитесь подальше от прямых солнечных лучей. Одна из главных опасностей в пустыне – ливневые паводки. Канавы, Ароио и Каньоны могут быстро наполниться водой и застать вас врасплох. Помните, что в пустыне больше людей погибает от утопления, чем от обезвоживания. Старайтесь забираться на возвышенности и избегайте мест, где во время сильного ливня может произойти катастрофа. На севере Африки вы можете принять участие в песчаном марафоне. Это изнурительный забег, который более чем в шесть раз длиннее обычного марафона. И происходит он в самом сердце пустыни. Однажды в 1994 году итальянский полицейский Маура решил принять участие в этом забеге. Песчаная буря накрыла один из участков пути, из-за чего Маура потерял правильное направление. Он побежал не в ту сторону и прошел несколько десятков миль, прежде чем понять, насколько серьезна его ситуация. В конце концов, он оказался в заброшенном храме в глуши. Включился режим выживания. Он собрался с силами, чтобы в последний раз пробежать по пустыне в надежде найти помощь. Проплутав целую неделю, он наконец наткнулся на оазис с небольшой лужицей воды. Но его горло и рот так распухли от обезвоживания, что он не мог пить. Он просто лежал рядом с лужей, делая крошечные глотки в течение дня. На следующее утро он смог наполнить контейнер водой и продолжил свой путь. Позже он заметил свежие козьи следы, и это привлекло его внимание. Вдоль тропы он обнаружил человеческие следы. Они принадлежали молодой девушке, которая ухаживала за козами. Когда Маура бросился к ней, отчаянно прося о помощи, он сначала испугал ее, но затем, наконец, его спасли. А теперь давайте поговорим о выживании на необитаемом острове. Там у вас больше шансов, чем в океане или пустыне. Вы можете увеличить их еще больше, выполнив следующие действия. Ищите источники пресной воды, ручьи, водопады или собирайте осадки. Если местность сухая, сделайте солнечную батарею, выкопайте яму, поставьте внутрь контейнер и накройте его пластиком. Собирайте дождевую воду и кипятите ее перед употреблением. Избегайте соленой воды из океана. Следующий шаг – добыча пищи. Старайтесь есть только знакомые фрукты, такие как кокосы и бананы, и избегайте неизвестных ягод. Водоросли тоже обогатят ваш рацион. Для профилактики цинги ешьте свежие цитрусовые лимоны и апельсины. Из рыбы, моллюсков и мелких животных можно получить необходимый белок. Для охоты на рыбу или птиц используйте палки. Необходимо только немного их наточить. Будьте осторожны с крупной дичью, и если нужда заставит, охотьтесь на медленных насекомых. Моллюсков нужно будет очень тщательно готовить. Прежде чем есть незнакомые фрукты, потрите их об кожу и губы, чтобы проверить, нет ли у вас нежелательных реакций. Избегайте фруктов с запахом персика или миндаля, так как они могут быть ядовитыми. Не выбрасывайте ничего, даже если у вас есть лишнее. Запаситесь излишками еды и воды и придерживайтесь своего плана. Надеюсь, вы никогда не окажетесь в такой ситуации. Нельсон Неди пережил пять дней на необитаемом острове, недалеко от Рио-де-Жанейро. Его накрыло волной, когда он любовался видом со скал возле пляжа Грумари, и он оказался на острове Палмас. В первую ночь 51-летний садовник нашел пещеру для ночлега, а на следующий день наткнулся на палатку и одеяло, оставленное рыбаками. С каждым днем мистер Неди все больше отчаивался и даже начал пить морскую воду. Наконец, спустя пять дней гидроциклисты заметили его, размахивающего рубашкой, и позвонили местным властям. На помощь мистеру Неди пришел вертолет, и так он был спасен.